Здравствуйте, уважаемые коллеги, я вижу, пришли, молодцы, спасибо. Сегодня у нас с вами очень интересная лекция нейропсихоанализа лечения депрессии. Питер Дмитрий Альшанский, психоаналитик из Танкт-Петербурга. Я не буду, мы немножко задержались, извините, я не буду долгое время отнимать, я только покажу вам книжку Дмитрия Альшанского «Предтекст. Работы по семиотике и теории языка». Она здесь будет держать на столике, пожалуйста, если у кого-то есть интерес, можете полистать, посмотреть, ну и задать вопросы, естественно, о втором. Так, пожалуйста, я передаю слово Дмитрию Альшанскому. Спасибо большое. Эта книжка написана почти лет 20 назад, когда мне было столько же лет, сколько студентам. И долгий путь был проделан, прежде чем что-то переписалось, переработалось, изменилось. И строго говоря, это то, что я писал в 20 лет, мои магистрские и кандидатские проекты. Собственно, давным-давно, еще в прошлом тысячелетии практически. Мы выпустили, что вам было лет на каждом кандидате. Я несколько вводных сделаю для начала. Я не преподаватель, не профессор, поэтому у меня могут возникнуть сложности риторического характера, за которые я заранее прошу прощения. Я психоаналитик и, как правило, людей тет-а-тет принимаю. И большую часть времени я работаю в кабинете и не преподаю, поэтому для меня это такой жанр новый. Я вам сегодня расскажу про современное направление психоанализа, которое называется нейропсихоанализ. Наука молодая, поэтому все исследования, которые вы где-то найдете, они относятся к последним 20 годам, а самые вразумительные к последним 10 годам. Да, то есть это буквально на острие этой науки мы находимся сегодня, и поэтому каждый день отслеживаешь и читаешь, а вдруг что-нибудь там открыли, а ты, как дурак, до сих пор об этом не слышал. Про депрессию, почему я собрался говорить. Депрессия стала самым популярным заболеванием конца 20-го, начала 21-го века. Это не для кого не секрет, но здесь первый тезис, о котором бы я хотел говорить, это социальные предпосылки заболевания. Понятно, что у любой болезни есть какие-то социальные причины и те запросы реальности, на которые наша психика либо отвечает, либо не отвечает. И поэтому в разные эпохи появляются разные популярные такие болезни. В конце 19-го, начале 20-го века какая была самая распространенная болезнь? Истерия, да, и Зигмунд Яковлевич Фройд, и отдельную монографию об этом, и все клинические случаи, 90% пациентов это была истерия. Что такое произошло, что ОПА и депрессия стала самым популярным? Ну, войны, они раньше войны были, там эпидемии какие-то, и раньше всякие стрессы, эпидемии, вспомните, средние века. А что такое произошло в структуре общества, что депрессия стала самым распространенным заболеванием? На мой взгляд, произошел в середине 20-го века, произошел мировоззренческий такой сдвиг от философии долга к философии выбора. Те из вас, кому интересно, можете на ютюбе посмотреть у меня об этом отдельную лекцию. Если 19-й и начало 20-го века люди жили во мировоззрении долга, там, я родился в семье сапожникой, я сам стану сапожником, и мои дети будут сапожниками. Да, может быть, это несправедливо, я могу роптать, я могу как-то гневаться на судьбу, я могу обвинять своих предков, что они такую профессию выбрали. Ну, в общем-то, это про долг история. Или семья до конца 19-го на начало 20-го века. К тебе приводят какого-то мужчину или женщину и говорят, старейшины договорились. Сама мифологема о том, что брак заключается по любви, появилась в середине 20-го века. И поэтому у людей стала вот трагедия, ты там, любишь мужа или не любишь мужа, там, любишь жену или не любишь жену. В 19-м и начале 20-го века вполне себе была обычная история, когда род договаривался, нам нужно подружиться с соседней семьей, с соседним племенем, да, и для этого заключаем маргиналистический брак. И то же самое. Совершенно не важно, что ты по этому поводу думаешь. Твоего мнения никто не спрашивает, но если что-то пошло не так, то ты можешь обвинить старейшин своего рода, там, предков, которые дураки, неправильно, мы тебе жену выбрали. И вспомните, кстати говоря, Григория Мелехова из Тихого Дона, которого вот именно так и женили. И не сказать, что это прямо сильно несчастный, страдающий человек, потому что он все стрелки переводит на папу. Это ты меня женил непонятно на ком, поэтому вот так моя судьба сложилась, да. И вот это субъект 19 века, который задан долгом, но он может и протестовать, потому что всегда есть кто-то внешне виноватый. И я даже эту тему отдельно развивать не буду. Был вообще-то еще бог, к которому всегда можно было обратиться и сказать, ну почему же такая у меня судьба? Что же я такого сделал? Да, то есть всегда есть внешняя инстанция, к которой я могу апеллировать по поводу своей жизни. И поэтому основное заболевание 100 лет назад, это была истерия, заболевание протеста. Я не буду делать то, что вы мне говорите. Я буду бороться с патриархатом, я буду бороться с социальными шаблонами, я буду все по-своему. И опять же, тот же самый Григорий Мелехов, вот это история человека, который хочет по-своему. У него не получается по-своему, но он вечно сопротивляется. То ли за белых, то ли за красных, то ли одна женщина, то ли другая. И вот он вечно метущийся и разрывающийся между разными инстанциями, такой человек, который ищет свой путь. Он не хочет как надо, он хочет по-своему. И об этом истерия. Сам истерический дискурс протестует против господина и на физиологическом уровне. Это у Фройда можете посмотреть. И при помощи телесных симптомов. И сопротивляется любой классификации, любому упорядочиванию. Что нам фактически говорит истеричка? Ни один мужчина не сможет обладать мной полностью. И даже если я за тебя замуж вышла, это еще не значит, что ты мной обладаешь. И тут Лакан формулирует свою известную эту максимум, что женщина, она присутствует не вся. По-ту. Он говорит не вся, не полностью. Женщина никогда не отдается никому полностью. И вот это классика истерии. Я не буду подчиняться ни одному закону, говорит нам истерический субъект при помощи своих симптомов. И поэтому сопротивление системе стало самым распространенным сто лет назад. Или, скажем, герои Чехова. Посмотрите на них. Они не революционеры. И они там с шашкой на голову не скачут и ни с кем не воюют. Но у них тоже вот постоянно это протест против стереотипов. Будем трудиться, поедем по Москву, будем работать, будем приносить влаги. И дальше вот они варятся в этом, что с одной стороны ты женщина, которая замуж хочет, а с другой стороны ты пользу общества хочешь приносить. И все вот эти бесконечные чеховские героини как раз вот классика истерии. Классика истерического дискурса. Кому-то надо сопротивляться, нужно против кого-то быть и никому не подчиняться. В середине 20 века произошли подвижки. Прессует, никто не плющит. Там родителям все равно, выйду я замуж или не выйду, там рожу я детей или не рожу. Как бы этого всего нет. Но я вроде как и хочу выйти замуж, но я не знаю, чем обернется мой выбор. И все последствия тоже буду расхлебывать я. А вдруг я что-то не так сделаю. И вот сравните. Если в обществе 19 века всегда можно было кого-то внешнего обвинить или во всяком случае апеллировать, обратиться за советом, обратиться за помощью. Была опция помощь зала. Теперь такой помощи зала нет. Потому что все, что вы делаете, вы сами же будете это и расхлебывать. А правильного ответа никто не знает. И, строго говоря, вполне себе нормально, что в разные периоды времени мы свои поступки оцениваем по-разному. Ты поступаешь на первый курс, тебе кажется, что твоя специальность просто вау, самая лучшая на свете. Потом ты доучился до экватора, понимаешь, что это отстой. И все повторяют какие-то столетние давности банальности. И зря я сюда поступил, надо перевестись. А потом ты в этой профессии 20 лет работаешь, совершенствуешься и понимаешь, что все-таки выбор был правильный, и все значит замечательно. В разные периоды времени мы свои поступки оцениваем по-разному. Вполне себе обычно. Но современный субъект стоит перед вот такой проблемой. Есть план А, есть план Б. Меня никто не принуждает либо одно, либо другое сделать. Но ответственность будет на мне, я не знаю какая, я не знаю за что. И сегодня у человека уже нет шанса списать все на судьбу, или на патриархат, или на угнетение. То есть посмотрите, как нелепо феминистки выглядят, когда они нам говорят про, значит, что мужчины их там прессуют как-то. Ну, камон. У всех у нас бабушки работали, у всех у нас мамы работали. Право на труд и на отдых у мужчин и женщин в Советском Союзе было. Да, я согласен, что оплата труда немножко разная. Но зверский патриархат, как с абинтованием ног в Древнем Китае, этого несколько тысяч лет назад уже нет. И ты уже не можешь апеллировать к тому, что тебя угнетают, у тебя семья плохая. И самое ужасное, что ты даже Богу пожаловаться не можешь, потому что смотри лучше. И ты сам несешь полную ответственность за все свои поступки и их последствия, но ты не можешь знать, как все это обернется. И поэтому самый распространенный сегодня симптом – это отказ от выбора. Я не знаю, что мне делать, план А или план Б. Никакой не буду делать. И вот это и есть депрессивное состояние. Я не знаю, что будет, если я открою эту дверку, поэтому я не буду открывать эту дверку. Я не знаю, к чему приведет мое желание, а мы знаем, что ничем хорошим не заканчивается обычно. Тогда я вообще ничего желать не буду. И я никакой выбор делать не буду. Вот это депрессивное состояние. Отказ от желаний, отказ от действий. И в медицинском дискурсе, я сейчас вам из МКБ 10 прочитаю, именно так депрессия и описывается. Это тотальный отказ от выбора, от желаний, от субъективности. Психиатрический взгляд, как на депрессию выглядит. В современной медицине депрессию называют расстройство настроения. То есть симптом в эго, который сопровождается пониженным настроением, уменьшением энергии и падением активности. Снижена способность радоваться, получать удовольствие, интересоваться, сосредоточиваться. Обычным является выраженная усталость даже после минимальных усилий. Обычно нарушен сон и снижен аппетит. Самооценка и уверенность в себе почти всегда снижены даже при легких формах заболеваний. Часто присутствуют мысли о собственной виновности и бесполезности. Обратите вот на это внимание. Пониженное настроение, маломеняющееся день ото дня, не зависит от обстоятельств и может сопровождаться так называемыми соматическими симптомами. Вот я когда это читаю, у меня на полях вопросики все время возникают. Это медицинский текст. Так называемые соматические симптомы это что? Вот это предельно раскурчатое. Когда человек рвота, это признак депрессии, но это соматический симптом. Или высокая температура. Что вот такое так называемые соматические симптомы? Ну да ладно. Наблюдается потеря интереса к окружающему и утрата ощущений, доставляющих удовольствие. Пробуждение по утрам на несколько часов раньше обычного времени. Усиление депрессии по утрам. Выраженная психомоторная заторможенность, тревожность, потеря аппетита, похудение и снижение лидер. Я поехал на курорт, солнце, пляж, море. Девочки, мне уже хорошо стало. Это не болезнь. Болезни так не описываются. Не про другую болезнь. Вы откроете там аппендицит. И это совершенно понятно. Что, где, когда, по какой причине. А то, что касается депрессии, максимально расплывчатые, абстрактные, под которые может подойти все что угодно. Описание совсем не похоже на болезнь. Или, вот мы слово болезнь говорим, а одна из дискуссий вообще вызвана ли депрессией психологической травмой. И мы сейчас об этом поговорим. Здесь ни слова про травму нет. Что, например, у вас, не дай бог, кто-нибудь умер, и поэтому вы в депрессии. Или вас там девушка бросит. И поэтому у вас не плохо. Вы сказали, сегодня плохое, настроение завтра хорошее, и это уже подходит под описание депрессии. Но в МКБ и в ДСМ, насколько я знаю, есть же дополнительные диагностические критерии, то, что это устойчивое состояние на протяжении двух недель. Вот это был фрагмент из МКБ-10, и написано несколько дней. Несколько дней, это сколько? День от дня. А это сколько дней? Это два дня или 20 дней? Или полгода? Не очень понятно. В МКБ-11 раньше было два вида депрессии. Значит, депрессивный эпизод и репурентное депрессивное расстройство. Теперь их 8 стало. Для того, чтобы можно было... И у вас, скажем, не депрессия, у вас там временное депрессивное расстройство, которое может длиться около месяца. Но это еще не клиническая депрессия. А если у вас повторяется, тогда это репурентное депрессивное расстройство, тогда это уже другие препараты. Я сейчас об этом расскажу. Да, так вот, ни слова про болезнь и ни слова про травму. И какие причины? Это доктор читает. В чем причина болезни? У насморка есть причина. У ангины есть причина. Даже у кариеса, стафилокотии есть причина. Чем это вызвано, совершенно непонятно. Обратите внимание, что здесь нигде не идет речь о потере или переживании какого-то горя или вот что-то такое. И дальше. Причины рекуррентного расстройства лежат в нарушении обмена норадреналина, дофамина и серотонина. Ну, спасибо, а то-то мы раньше не знали, да? Посредством которых нервные клетки и нейроны осуществляют проведение импульсов и передачу информации. Причина этих нарушений не установлена. А мы до сих пор с вами живем в МКБ-10, я напомню, да? МКБ-11 еще не вступила в силу, хотя все прочитали, да? Но с 1 января 2022 года вроде как должна вступить МКБ-11, да? И мы окажемся немножко в другой медицинской реальности. В частности, то, что касается перверсий. Те вещи, которые сегодня являются извращениями, некоторые из них перестанут быть извращениями. И наоборот, то, что сегодня криминализовано, оно станет болезнью. Ну, это тема отдельной лекции. Это мне больше всего понравилось. Причины, по которым у человека дисбаланс, а это так называемая моноаминовая теория депрессии, которая в психиатрии на сегодняшний день господствует, о том, что не в одном серотонине дело, а в балансе трех гормонов, да? Норадреналина, дофамина и серотонин. И по какой причине наступает этот дисбаланс, мы не знаем. Потому что один совершенно спокойно переживает горе расставания утраты и на фронте убивает 200 человек и теряет весь свой взвод. И потом, как огурчик, становится социализированным человеком. А другой, пуля мимо пролетела, и у него депрессивные расстройства. МКБ-11 классифицирует это тоже как расстройство настроения. Я вот это подчеркиваю вам, да, что речь идет о расстройстве настроения. И там другой код появляется, 6А71, рекуррентное депрессивное расстройство. То есть речь опять же идет не о психической структуре. Сейчас мы про психоанализ поговорим. И там как раз меланхолическая структура психики. В психиатрии это расстройство настроения. И совершенно нет четкого определения, что это такое. Про причины нам непонятно. И тогда у меня просто к медицине вопрос. Какая-то фигня, у которой вы не знаете причин, как она развивается, вы даже описать ее толком не можете, как вы ее лечите? И очень уверенно лечим чем? Ингибиторами обратного захвата серотонина. На 2 минуты выше отматываем. Ни в одном серотонине дело. Я сейчас вам об этом расскажу. И, конечно, нет четкого различия депрессии и меланхолии, скажем. Ответ на этот вопрос нам дает психоанализ, где существует два разных понятия. Депрессия и меланхолия, которые не синонимы. И они возникли в разное время. И по разным причинам. И даже у разных авторов. Просто, чтобы вам напомнить, я долго в это вдаваться не буду. Те, кому интересно, можете на ютюбе посмотреть лекцию про депрессию и меланхолию мою в Петербурге. Меланхолия появляется у Фройдов в статье одноименной «Траур и меланхолия» 1917 года, где он как раз говорит о невозможности пережить утрату. Если совсем на пальцах объяснять, чем отличается траур от меланхолия? Траур, наверное, имеет обычное оберевание, как будто, в целом погоде считается. А меланхолия не проходящий траур. Наверное. Да, правильно. Очень-очень-очень близко к истине. Меланхолия не имеет предмета. Траур понятно из-за чего, а меланхолия из-за ничего. А, вот еще интересный, да. Имеет место факт утраты. И вот это для Фройда важно. Что-то в вашей жизни поломалось. Что-то важное. Это все, что угодно может быть. Потеря близкого, расставание, потом, но после распада Советского Союза, там, у многих меланхолия началась, да. Что-то смыслообразующее в вашей жизни уходит. Дальше. Либо вы находите символические механизмы, как это прожить. И это называется траур. Почему-то с переводом немецкого слова траур на русский язык возникли такие проблемы. И вот эта статья, Traur und Melancholie, на русский переводится как угодно. Спор, и меланхолия, печаль, и меланхолия, горевание, и меланхолия. Хотя, в общем, все довольно понятно и прозрачно. Со словом меланхолия у переводчиков нет вопросов, а со словом траур есть. Мне как раз нравится слово траур, потому что это то, что можно на себя надеть, поносить траур и снять. Это некоторый ритуал прощания, ритуал расставания, ритуал, где я могу отделиться от утраченного объекта, попрощаться с ним и понять, что жизнь продолжается. Есть символический сценарий, как проживать утрату. Если у меня нет этого сценария, тогда совершенно верно, это и беспредметное состояние, человеку в меланхолии совершенно бессмысленно говорить, да, господи, один парень бросил, найдешь другого. Да, потому что не в объекте дело. И то, что вы сказали совершенно верно, нет механизма проживания утраты. Мое я полностью помещено в кого-то другого, и когда он умер, то и я умер вместе с ним. Когда от меня парень ушел, то я ушла вместе с ним. Когда моя страна разрушилась, и органы этой страны перестали работать, да, то и я умер вместе с ними. И вы понимаете, чем отличаются эти вещи. Трава – это скорее механизм невротической структуры, да, и Фройд нам об этом говорит, что невротики, в общем, могут прожить скорбь и как-то дальше жить и существовать, и находить основания для дальнейшей жизни. А меланхолики не могут. Если для невротиков вполне нормально, что какая-то часть моего эго помещена в любимого человека, и когда он уходит, да, мне больно, потому что как будто какой-то орган отрезали, да. Но, в общем-то, часть – это меньше целого. И я как целый все равно продолжаю существовать. Для меланхолика я полностью помещен в кого-то другого, если его нет, то и меня нет. В этой связи я всегда рекомендую молодым людям, если кто-то вам говорит, что ты – это я, я – это ты, без тебя я жить не могу, и только ты мне нужен, и кроме тебя у меня никого нет, моментально бросайте этого человека. Потому что это заход в сторону меланхолии, да. Если я не могу жить без тебя, ну тогда ты тупиковый в этой эволюции. Значит, тогда ты паразит, да. Значит, если ты не можешь без меня жить, то тогда ты, там, глист, да. Ну это я просто в качестве вам напоминания, да. Тут нам важно понимать, что это всегда идет речь про утрапу. Без факта потери, без факта расставания меланхолия начаться не может. На 10 минут назад отматываем, а врачи нам говорят, мы не знаем, по какой причине. Зигмунд Фройд нам дает ответ. Те из вас, кому интересна вот эта тема разницы травы и меланхолии, посмотрите фильм Васи Сигарева «Жить», где несколько персонажей расстаются с близкими, теряют близких при разных обстоятельствах. И кто-то находит механизм проживания утраты, а кто-то не находит и проваливается в депрессию. Это вот такая хорошая иллюстрация. Теперь то, что касается понятия депрессии. Совершенно другое. Давайте я другим цветом напишу. Депрессия красная. В психоанализе возникло совсем иначе. И возникло оно у психоаналитика Карла Абрахама в анализе случая художника Джованни Сигантини, 1911 год. Кстати говоря, работа Фройда какого года? 17-го, да? А это 11-го. То есть за 6 лет до исследования меланхолии уже появилось понятие депрессии. И поскольку они все из одного кружка были, скорее всего, Зигмунд Яковлевич читал то, что его коллега написал, да? И от этого отталкивался. То есть когда вы где-то увидите, что депрессия – это более новое, а меланхолия – это более устаревшее, и как бы одно заменяет другое, и, в общем-то, это синонимы. Нет. Это ни разу не синонимы. Это совершенно разные вещи. Депрессия – это про что? Какой корень слова? Депрессия – подавить. Да, да, пресс – давить. И тут совсем другой эффект. Словом депрессия Абрахам называет состояние младенца, который переживает навязчивое, давящее присутствие матери. И вот это он называет депрессией. То есть это тотальный контроль, от которого никакать делаться невозможно. Это мама, которой мы покакали, да? И вот она полностью не отделяет себя от младенца. И все мои процессы – это его процессы, а все его процессы – это мои процессы. И в работе с пациентами я тоже с этим сталкиваюсь. Когда дочери лет 40 уже, она 20 лет живет в другом городе, и мать ей звонит, говорит, я чувствую, что с тобой что-то происходит. Как бы как? Ну вот у меня там что-то закололо где-то, это значит, что у тебя в жизни что-то произошло. Да, то есть вот такое магическое мышление, когда мать и ребенок не разделяются. И вот это про депрессию. То есть это навязчивое присутствие, такое само слово депрессия, вы сразу чувствуете, что это про давление. Давайте посмотрим, кстати, посмотрим, кстати, картину этого Сигантина. Да, вот этого. Это художник Джованни Сигантини. У него серия работ, которая называется, ну она буквально называется «дренные матери». По-русски иногда переводят там «злые матери». Ну это вот серия таких работ, когда из ствола дерева как будто женское тело, и оно перетекает в ветки, и вот что-то вот такое, закостенелое такое, неподвижное. И вот ребенок тоже такого сиренево-фиолетового цвета, непонятно, живой или мертвый. Я читала про эти картины, что я, как бы, на заказе лечения матерей, которые совершили аборт, что это будет в каком-то там или персональном этапе, это устроение погубленным плодом, да? Ну вот этот погубленный плод, это Джованни Сигантини, потому что когда у тебя мама делала аборты, ты задаешься вопросом, а может быть я тоже, да, абортированный ребенок. Сейчас вот об этом я вам дальше расскажу. Да, прежде всего надо обратить внимание, что исследования депрессии в психоанализе появились раньше, чем на меланхолии, об этом я уже сказал. Во-вторых, Абрахам связывает депрессию не с потерей объекта, а напротив, неразрывным таким эмоциональным давлением, перманентным прессингом матери, отсюда и само понятие. И в этом клиническом случае Сигантини, он, конечно, говорит о доэдипальных отношениях. То есть никакой внешней, так называемой, там, отцовской функции здесь нет, та, которая могла бы отделить ребенка от матери. Это доэдипальные отношения для начала 20 века, это, конечно, довольно радикальная мысль, и удивительно, что они не поругались с Фройдом на этой почве, потому что все, кто не разделял теорию об эдиповом комплексе, тут же отправлялись на леса, да, и Фройд с ними отношения рвал. А Абрахам, вот как-то его пронесло, да, здесь он говорит о доэдипальных отношениях, да, депрессия – это то, где отцовская функция и не стояла, и это формирует депрессивную структуру пациента. 20-ю годами спустя на основании этой гипотезы Меллани Кляймс формулирует идею о депрессивной позиции, что каждый из нас в своем развитии примерно в возрасте с 3 до 8 месяцев, где-то плюс, где-то минус, да, проходил то, что называется депрессивная фаза, когда ты теряешь свой любимый объект, а для младенчика, мама – это не только корм, но и любовь, и вся Вселенная, да, и в какой-то момент ты теряешь всю Вселенную, и вот дальше либо ты можешь это вытащить, либо ты не можешь это вытащить, и впадаешь в депрессивное состояние. Ну и, наконец, в скобочках здесь стоит отметить, что случай Джованни Сигантини он описывает как маниакально-депрессивный психоз, это тоже первый раз в психоанализе используется понятие маниакально-депрессивный психоз в связке. То есть есть две фазы. Маниакально-это когда ты творишь, и за день 20 картин пишешь, у тебя вдохновение, и ты чувствуешь, что ты бог живописи, а потом ты на полгода проваливаешься в депрессию. Как это сейчас называется? Это сейчас биполярное расстройство, да, потому что маниакально-депрессивный – это значит нетолерантно, и вот такие вещи сейчас говорить нельзя. Абрахам вводит понятие первичное, депрессия, вот как раз для такого состояния ребенка, и противопоставляет его, как вы думаете, чему? Неврозу страха. Вот это очень интересный ход мысли. Потому что страх – это про что? Это уже про отцовскую функцию. Мне кто-то что-то запрещает, мне это нельзя, и поэтому я начинаю это хотеть. Запретный плод сладок. Да, пока можно есть конфеты, я к ним никакого удовольствия не испытываю. Но когда кто-то приходит и говорит, э-э-э, только после того, как в армию входят. А тогда я начинаю их хотеть. Да, и тут уже рождается страх. Если есть табу, то есть отцовская функция. И тоже, как и Фройд, Абрахам противопоставляет невротическую структуру и психотическую структуру. Если у вас есть какой-то невроз страха или какая-нибудь фобия, то это уже речь о неврозе. Если вы тотально с кем-то слитый, и вы не можете никак отделиться, и этот объект постоянно давит на вас, у вас никакого страха нет, запретов нет, табу нет, тогда это психоз. Он пишет, Если невротик страдает от желания, которое было запрещено и вытеснено, и в конечном счете сводится к страху кастрации, то депрессия развивается от того, что желание перестает существовать. Вот это просто надо жирным выделить и подчеркнуть. Что такое депрессия? Желание перестает существовать. А фантазии больше не могут поддерживать это желание. И вот эта депрессия, будучи невротиком, мы себе можем пофантазировать о том, чего у меня нет. Я очень хочу яхту длиннее, чем у Абрамовича, и не только яхту длиннее, и не только, чем у Абрамовича. Я могу это себе представить. У нас есть сновидения, которые исполнение желаний. Я могу во сне увидеть то, чем я не обладаю. Да, это называется фантазм. Я могу себе это представить. И тогда я желающий субъект. И тогда я либо в мотивацию это переложу, начинаю стремиться к этому, добиваться, соревноваться с Абрамовичем, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Но депрессия – это когда я пожелать не могу. Когда вам депрессивный пациент говорит, я ничего не хочу, это буквально надо понимать. У него самой опции желания нет. Это не то, что я не знаю, там чай или кофе или йогурт с утра, да, поесть. А у него опции пожелать нет. И фантазии не могут поддерживать это желание, потому что его просто нет. И поэтому он сновидений не видит, ассоциаций, как правило, нет. Психическая жизнь очень скудная. И никакую картину мира на ближайшие день, два, неделю, месяц, пять лет он нарисовать не может, потому что никаких желаний нет. И вот в этом косяк. То есть для Абрахама депрессия наступает не в результате утраты, а в результате того, что я больше не могу хотеть. То есть фантазия дает сбой. И дальше Абрахам говорит, депрессия представляет собой экономический эффект от развала желания. Вот когда ваше желание разваливается, вы в депрессии, да, пожалуйста. То есть это тоже утрата, но утрата своей субъектности. Ну, скорее, да. Скорее, да. Если там утрата внешняя, то это утрата внутренняя, причем ядерная утрата. Вот это хорошее слово ядерная утрата, понимаете, утерять можно то, что у меня было. А если этого не было никогда, это и не утрата. Этого и не было. Поэтому и если материнское тело никогда от меня не отделялось, я бы хотел потерять, а я не могу потерять. И тогда я ничего пожелать не могу. Ну вот он это так формулирует. Экономический эффект от развала желания. Опять же, развалиться может то, что было собрано. Там не было собрано. Слово ядерное мне очень понравилось. То есть что-то фундаментальное такое. Мелани Кляйн через 20 лет называет это коллапс фантазма. Да, оно в общем то же самое, но другими словами. Это, собственно, было введение такое. Я коротенько минут на 40 вам обрисовал, чем занималась психиатрия и психоанализ. И давайте сейчас расскажу про нейрофизиологию. Нам важно понимать вот какой момент. Чем отличаются нейромедиаторы от гормонов? Нейромедиаторы функционируют в мозге, а гормоны в теле. Ну, вопрощенно. Ну, это правильно. Но в мозге гормоны тоже функционируют. Нейромедиаторы, это буквально нейро, а гормоны это про кровь больше, чем про все жидкости. Тогда как нейроны, это скорее только нервные межмембранные вещества. Да, это частный случай, я согласен, да. Но гормоны на мозг тоже влияют. Хочу я или не хочу, у меня тестостерон вырабатывается сейчас, да. И на мозг он влияет. И усики растут, по-моему. А у девочек поделяется эстроген. И я подвожу к тому, что гормоны, они вне зависимости. Даже если мальчику говорить, что быть мужчиной очень плохо, то у него тестостерон соровный будет выделяться. Он будет реагировать на него по-другому, да. А вот нейромедиаторы во многом благодаря среде формируются. И вот то, в какой картине мира ты живешь, вот так твой мозг и реагирует на. И так он выделяет, скажем, да, серотонин, дофамин и норабриногин. В зависимости от того, в какой среде ты живешь. Вчера вот мы разговаривали про перинатальные исследования, да. Карл Фринсон такой есть. Он исследует состояние плода до рождения. И влияние настроения матери на состояние плода. И он говорит, что еще до родов у ребенка формируется предожидание картины мира. Понятно, что у него нет никакой картины мира, да. Но по состоянию матери, по ее тревожности, по ее спокойствию, по ее там интересам, возбуждениям, да. Он составляет картину мира, что там вовне находится. И он еще не родился, но у него может быть предощущение, что там какая-то очень стрессовая, неприятная реальность. И дальше то, что нейрофизиологи назовут belief updaters. У тебя есть некий belief, да, некая предустановка, убеждение. И дальше все факты, которые происходят в твоей жизни, ты их интерпретируешь исходя из этого. И ты родился в мир, где все классно, все интересно, много вкусных всяких штучек. И даже если ты сталкиваешься со стрессами и проблемами, ты это интерпретируешь как шаги к получению удовольствия. Да, сегодня у меня не получилось, но завтра обязательно получится. И наоборот, если ты заранее знаешь, что жизнь это боль, стресс и скорбь, то когда тебе вдруг там какой-то кривой банан достался, ты, конечно, это интерпретируешь в том смысле, что жизнь это боль. Это про мальчика-офтиниста и пессимиста. Когда ему дарят какашки от лошадки, он говорит, как здорово, у меня живая была лошадка, да, потому что оптимист. И вот это нам нужно понимать, что нейромедиаторы вырабатываются во многом благодаря той среде, в которой воспитывается человек. И какие модели поведения в детстве поощряются, а какие табуируются. Например, там, я не знаю, агрессия. Вот у меня одна приятельница есть, она переехала в Америку, родила там ребенка. Ребенок пошел в садик, и он даже не подрался, господи, он что-то замахнулся. Ну, то есть гнев. И она приходит забирать, и воспитательница говорит, он проявил акт социального гнева. И что? Классическая русская девочка говорит, он же мальчик, он должен драться. И тут абсолютно когнитивный диссонанс, потому что, как бы, нет, он ни в коем случае драться не должен. Это просто агрессия, сразу в тюрьму посадят там всех, да. Ребенок драться не должен. А в нашем представлении, что, ну, а что за пацан, если он ни разу не подрался? Ну, а как бы, ты что, бабушка? И у нее вот это срабатывает предустановка, что, как бы, ну, если они там что-то не поделили, и слова уже иначе не работают, ну, надо применять физическое воздействие. То есть, у них все решается за счет языка, что все можно решить языком, да? Нет, тут двоято, да. С одной стороны, это все социальный договор, и можно там апеллировать, но в то же время это какая-то инстантильность, потому что ты за каждым пуком должен бегать к воспитательнице. И, то есть, это, с одной стороны, это хорошо, что обо всем можно без агрессии договориться, но в то же время ты ответственность на себя не берешь. Ты постоянно дивидируешь кому-то старше ему. И я с тобой вот не могу выяснить, чей это совочек. И я не могу аргументировать, что, как бы, давай я там сделаю две формочки, потом тебе, да, ну, ты тоже мне их сделаешь, да? Получается такая асимметрия, да? Асимметрия, да? Асимметрия, там, постоянный взгляд на друг друга. И это какая-то глупая иерархия. Я за каждой мелочью должен спрашивать вышестоящего. И я тогда не субъект. И я не могу просто с тобой, без всяких воспитателей, нафиг и не нужно, да, договориться. Давай вот ты и я. А, собственно, я хочу напомнить, что Америка – это страна, которая начинается со слов «уи азы тыкова». Да? Мы люди, и мы договорились вот здесь вот. И нам совершенно пофиг, что там король Англии думает по этому поводу, Георг. Да? Вот мы здесь собрались, чтобы сделать государство, и мы здесь договорились о правилах игры. И когда тебя заставляют апеллировать к вышестоящему менеджеру, ты тогда не человек, ты просто подчиненный. И, строго говоря, тогда это искусственный интеллект должен все делать. За любым решением обращаться, как бы… Вот, это, собственно, то, с чего я хотел бы начать сегодня. Вне зависимости от того, в какой вы среде живете, у вас все равно гормоны вырабатываются. А вот нейромедиаторы – нет. И в этом большая сложность. Это зависит не от химического баланса, а скорее от детского опыта, связанного с чем? О чем мы выше говорили? С опытом утрат и переживания утрат. Во-вторых, с опытом выстраивания границ. А где я, а где ты? А мы в каких отношениях? А что тебе можно делать, что тебе нельзя делать? Где заканчиваются мои границы, начинаются твои. Да, и, наконец, в-третьих, это опыт отношения с законом. Вот что-то делать нельзя, но иногда можно. И, кстати говоря, такое любопытное наблюдение из повседневной жизни, когда горит красный свет и на дороге нет никого. Вы что будете делать? Ситуация зависит. Я не люблю переходить на красный свет, испытываю чувства внутренней неприязни. Не люблю людей, которые меня переводят насильно на красный свет по пастой дороге. Вот, прекрасный, слушайте, вот. Уникальный человек, слушайте, истерический дискурс. Если мне запрещают, я вот на зло. Вообще, все время не знаю, что люди любят бегать на красный свет, потому что нет. Вот я сама не с этого города, поэтому мне вот как-то не так привычно переходить на красный свет. А вот люди, которые, видимо, привыкли, божьи к свете, они как-то легче другируются к этому и спокойнее приходят на красный свет. Я извиняю, здесь вообще все стоят как вкупанно. Я тоже из другого города, и это вообще не... Я бы нахожу, да. Мы вот с женой ругаемся на эту тему, потому что я постоянно перехожу, она постоянно хочет стоять. А, почему ругаетесь? Один пришел, а допустим. Вот так вот решил ваш семейный комбинат. Мое личное наблюдение в такой ситуации большая часть европейцев, они будут стоять, потому что это социальный договор. И не потому что я там... А мы так договорились. И даже не в том, что тороплюсь или не тороплюсь. В Финке у меня однажды очень забавная история была. Они же пьют очень много. И идет абсолютно вот то, что называется на бровях, товарищ, и нигде нет светофора. И он меня спрашивает, а где здесь ближайший светофор, чтобы я мог перейти дорогу? Я думаю, бедный, ты домой не придешь сейчас. Если ты не найдешь светофор, ты не сможешь дорогу перейти. А никого нет, 2 часа ночи никого вообще там. Там в 80 спать ложатся. И он не может перейти дорогу, потому что нет светофора. Это европейское мышление. А большая часть американцев всегда переходят на красный свет. Почему? Потому что я несу ответственность за себя. И вот то, что я делаю, я это делаю. Вы можете меня наказать, но я несу ответственность за последствия своих поступков. Если я решил, что я перехожу на красный, меня собьет машина, значит, я сам буду виноват. И это, опять же, другое мировоззрение немножко. Китайцы вообще поют и на красный, там вообще светофоры везде есть, а их как будто и нет. Потому что даже женщина, я видела, идет с коляской, там грудной ребенок, красный свет, она идет на красный свет, а машины вот так вот между ними едут. В Азии светофоры это вообще отдельная история. Это про Калькутту рассказывают. Единственный город в Индии, где есть светофоры. Они остались от колонизаторов англичан. И они по этому поводу шутят, что англичане подарили им светофоры, но они рассказали, как им пользоваться. Вне зависимости от того, какой сигнал горит, все ездят, кто как хочет. Ну, это Азия, это Восток дело тонкое. Вот, я отдалился немножко от темы. Такой нейрофизиолог Норман Дойч, у него, кстати, по-русски, по-моему, пара книжек есть. Одна называется нейропластичность мозга, она такая более научная, я вам всем ее советую. Он отмечает, что именно благодаря психоанализу мы можем не медикаментозно работать с депрессией, а тут скобочкой скажем, что только медикаментозно и невозможно работать. И серьезную клиническую депрессию только медикаментами вылечить нельзя. И он нам говорит, что мы можем пересобрать нейронную сеть таким образом, чтобы стимулировать выработку необходимых нейромедиаторов. И еще 20 лет назад казалось, что психоанализ это просто поболтать и как бы, ну, ничего понять и простить, все стерпится, слюбится, как бы следующее, да. А теперь нейропсихоанализ нам говорит, что в работе с аналитиком можно пересобрать нейронную сеть так, чтобы нейромедиаторы лучше работали. И серотонин, дофамин и норадреналин будут лучше выделяться. Теперь непосредственно про гормоны. Долгое время считалось, что причина депрессии заключается в дефиците серотонина в головном мозге и в частности так называемом обратном захвате. Серотонина, когда из синапса серотонин возвращается обратно в нервное окончание. Около 40 лет назад придумали ингибиторы обратного захвата серотонина, которые нам известны как антидепрессанты и которыми долгое время лечили и депресс... И что меня-то больше всего удивляет, лечили в том числе и навязчивости, скажем, которые к депрессии мало отношений имеют, и тревожные расстройства, что какая-то вообще третья вселенная, да. Очень разные заболевания лечили антидепрессанты. Сегодня ни один грамотный психиатр вам не пропишет один антидепрессант. Это всегда в комплексе должно быть. Раз. А во-вторых, психотерапия это два. Так, нет, 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 нет. А у меня тут нет, нет. Ладно. Еще в 1990 году экспериментальное исследование группы Дель Гатто показало, что истощение серотонина в головном мозге не влияет напрямую на развитие депрессии. И вот это очень важная вещь. Современные исследования показывают, что серотонин играет важную роль в развитии разных эмоций, а не только депрессивных. Поэтому сегодня господствует так называемая моноаминовая гипотеза, которая говорит нам о том, что важна пропорция трех разных гормонов серотонина, адреналин и дефамин. Исследования эстонского и американского нейропсихолога Яака Панксепа где-то вот у нас ссылка на него была, да, Яак Панксеп связаны с опиодергической функцией мозга. И в частности он доказывает, что депрессия вызвана дистрессом внутри системы передней поясной извилины и мозолистого тела, которая вызвана травматическим опытом сепарации в детстве. Вот это мне крайне любопытно. Да, я вот вам сейчас... Да, вот это его книжка Archaeology of Mind. Крайне любопытно, что именно травматический опыт непрожитой утраты в детстве влияет на структуры головного мозга. Любопытно, что нейрофизиолог экспериментально приходит к тем же выводам, что Зигмунд Фройд эмпирически приходил, да, депрессия развивается в результате неправильно прожитой потери или как бы Лакан нам сказал, не символизированы утраты. Что-то такое произошло, но ты не можешь это встроить в свою историю. Ты не можешь это никак обозначить. И Панксеп даже рисует схему так называемой separation distress system. Вот она так выглядит. Из самого названия понятно, что это separation distress, да, сепарация вызывает дистресс, который приводит к депрессии. Вот как эта штука выглядит. АС это значит anterior цингulate gyrus, по-русски называется передняя полостная извилина, да, CC это корпус коллозиум, это мозолистое тело, да, DMT это дорса медиальный таламус, и PAG это periaquadectal gray, по-русски называется очень смешно, околоводоплодное серое вещество. Ну и CB, CB это что такое? CB это мозжечок. Вот так выглядит система separation distress system. И вот насколько адекватно она будет работать, это зависит от того, как в возрасте от 3 до 8 месяцев вас отлучали от материнской груди. Если не отлучили еще. Ну, тогда психоз, тогда все классно, до сих пор не отлучился, да, психоз. Ну, я реально знаю случай, когда там ребенка до 6 лет кормили, он уже в школу ходит, да, дома. Ну, и вот об этом можете подробно эту схему почитать вот в Archaeology of Mind. Эту книжку всем рекомендую. Недостаточная опиоидодергическая активность мозга, по его мнению, препятствует появлению гнева, который направляется внутрь. Но он вызывает страх наказания и чувство вины. Чувство вины на 40 минут назад, вспомните, когда я читал из МКБ-10, я подчеркнул слово вина, да, у многих пациентов, страдающих депрессией, может быть какая-то несформулированная вина. Я за что-то виноват. За что ты виноват? За гнев на кого-то другого, который ты не выразил кому-то другому, а перенес внутрь себя. И это вот отдельная интересная тема, когда ребенок испытывает агрессивный импульс по отношению к матери, это вполне себе нормально, да, потому что мы и сексуальные, и агрессивные импульсы испытываем. Но, если я понимаю, что мама это не вынесет, я начинаю подавлять этот импульс и загонять его внутрь. И тогда у меня создается ложное представление, что мама хочет видеть меня только хорошим, только правильным, только отличником, поэтому я всегда ношу шортики и бантики. Я всегда получаю доктор наук, потому что все маме, все маме похвастаться, да, и никакой мой завистливый импульс, агрессивный, гневный, а иногда я напасть хочу, иногда я покусать хочу, да, она это не принимает, и меня плохого не существует, да, и это может быть и при неврозах, и при психозах, но представьте, как сложно строить отношения такому человеку, который показывает вам только одну хорошую сторону себя, да, и в отношениях с любым партнером я всегда играю идеальную Вадимочку, да, потому что я заранее знаю, что ничего плохого моего он не вынесет, ни одной моей какашки он не выдержит, это я все загоняю внутрь, отсюда начинается что? Отсюда начинается либо в одном сценарии депрессия, либо психосоматика, когда я все плохое удерживаю в себе, никому не показываю и всячески изображаю, да, рак кишечника начинается, да, не только жизнь защитов вовсе, но и другие, допустим, я начинаю это пока что и другому человеку, это, 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 если счастливый случай, я психотик, тогда я начинаю проекцию включать, и тогда это не я плохой, это вы все плохие подолки, это не у меня гомосексуальные чувства, это кругом одни геи, да, я буду с ними бороться, да, это, это паранойя, это паранойя, да. Вот, то есть недостаточная опиоидодергическая активность может приводить к депрессии, а избыточная к аутизму, и это тоже отдельная вселенная, отдельная лекция, если вам будет интересно, я вам об этом расскажу, вот, Панксеп говорит об опиоидерджик хиперактивити, и это ведет к аутизму, и это, в свою очередь, подтверждает предположение психоанализа, что у депрессивных пациентов присутствует вытесненное чувство вины, об этом как раз Абрахам нам и говорит, и сами нейрофизиологи сравнивают вот эту опиодергическую систему, опиодергик медитейтед систем, она называется, с принципом удовольствия Сигмунда Фройда, он говорит нам, что у инстанции я есть только одна непосредственная задача, какая, чем занимается наше я по Фройду, держит дверь, чтобы не прорывалось оно но оно не только держит дверь, оно поддерживает удовольствие на максимально ровном уровне, чтобы не было ни резких взлетов, ни резких падений, и вот это называется инстанцией я, никакой другой функции у него нет, и перерезать ленточки на торжественных собраниях, это вот не оно, у я есть одна единственная задача, поддерживать принцип удовольствия на одном и том же уровне, и это же самое говорят нам нейрофизиологи, баланс между дофамином и серотонином, а в чем разница между ними, серотониновая система тормозящая, а дофаминовая активирующая, и задача вот этой опиоидерджик систем сделать так, чтобы не перекашивало ни в одну сторону, чтобы был баланс между дофамином и серотонином, и норадаринолином. Это и есть принцип удовольствия по Фройду. Вот, я буквально еще сейчас пару вещей вам скажу, вижу, что я окончательно утомил вас. Если вам интересно, можете посмотреть на так называемый эксперимент Джонсона Фараоне, где-то у меня даже ссылка на него есть, да, вот это вот про то, что опиоидерджик систем это то же самое, что принцип удовольствия, да, вот этот эксперимент Джонсона Фараоне показал, что баланс вот в этой опиоидерджик медитейтед систем возможно восстановить при помощи визуального контакта лицом к лицу. Что-то похожее я видел в Японии где-то около полугода назад. Я заинтересовался таким явлением, как хикикамори. Знаете, что это такое? это японцы, которые никогда не выходили из дома и люди, которые там по 10, 15, 20 лет сидят дома. И автор, который ввел это понятие, он говорит, что по Японии насчитывается до миллиона таких пациентов. Я правда не шибко верю, что миллион человек может не выходить из дома 15 лет. Но это вот такая довольно популярная тема и в новостях показывают исследования проводятся японские, что вот с этим делать. И они это тоже самое лечат, самое главное чтобы человек вам открыл. И когда у вас произойдет визуальный контакт, уже что-то поменяется. И вот эксперимент Джонсона Фараона говорит, что в опиоидерджик медитейтед систем возможно навести баланс при помощи контакта лицом к лицу. поэтому все, кто в масках, вы не вылечите депрессию. Или вы меня не вылечите. во-вторых, в эту же струю исследования тайваньского университета под руководством Явэй Чэнь. Это вообще прекрасная такая ссылка. Посмотрите, у всех авторов очень похожие фамилии. Явэй Чэнь отличается Чэн, Чоу, Статья называется Love Hearts. Как бы вы это перевели? Убой ранит. Да, как бы ранит, причиняет страдания. Вот это. Да. Они доказывают, что контакт с незнакомым человеком вызывает активность в передней поясной коре и усиливают сигналы в правом височно-теменном соединении. Temporo-Parental Junction. А это как раз те структуры мозга, которые отвечают за депрессию. И передней поясной извилини. Вот она у нас, красавица, где была. Вот она. АС, передняя поясная извилина. Когда мы видим незнакомое лицо, у нас она активизируется. Это именно те структуры, которые отвечают за депрессию. И чем теснее и ближе были отношения участников эксперимента со своими партнерами, тем менее активны были сигналы височно-теменном соединении. А чем они были незнакомее, тем более активно работали эти структуры. То есть контакт со знакомым человеком вызывает понижение скорее, контакт с незнакомым усиливая активность. Ну и тут собственно тоже далеко ходить не надо. Понятно, что это эволюционный механизм. Когда мы встречаем незнакомого человека, нам нужно протестить. А он скорее враг или друг. Он скорее будет помогать или нет. И у нас поэтому мозг начинает работать. Нам нужно с ним какой-то контакт установить. Либо на него напасть и съесть, либо сказать давай перекопьем и пойдем мамонта завалим. Чем более незнакомый человек, тем более активно работает передняя поясная извилина. Ну и это косвенным образом, то есть они не про депрессию следовали, но косвенным образом это может влиять на депрессию. Что это все значит? На основании есть повод вернуться и пересмотреть значение трансфера. Я то со своей колокольной же это все читаю. Мне интересно. Вот нам говорят трансфер это ключевой механизм психоанализа. Когда пациент начинает вас узнавать и разговаривать с вами как с кем-то и он что-то не доделал с кем-то из своего детства и он с вами завершает это действие и вот это очень важно через это происходит проработка. С депрессивными пациентами трансфер очень плохо развивается и быть может значение эмоционального контакта в переносе и эмпатии в контрпереносе сильно переоценено. Потому что если вот это действительно так то что в Тайване открыли то чем меньше пациент вас кого-то узнает тем для него лучше и чем больше вы не похожи ни на кого и чем больше вы как-то странно выглядите тем больше активизируется его передняя полосная извинка. И может быть как раз и не надо трансфер развивать. Ну это вот сейчас с этого момента бредни Альшанского начались. Это ничем не подтверждено и не фундировано. Но это надо исследовать. Может депрессивному пациенту гораздо более терапевтично будет менять аналитиков чтобы они были как можно меньше похожи друг на друга. Очень молодую девушку очень пожилого мужчину там кошку холодильник я не знаю искусственный интеллект если утрату невозможно восполнить находясь в близких диадных отношениях при этом происходит лишь повторение и ретравматизация если пациент потерял маму и аналитик очень похож на эту маму то это будет вызывать ретравматизацию по своему личному опыту могу сказать что самые сложные трансферы это вы похожи на моего парня который меня бросил на мальдивах и начинается история про парня нет нет я альшанский да потому что человек проваливается воображаемый трансфер и начинает вот это а я ему вот это не сказал я ему вот это не сказал и вообще вы урод и плохой аналитик и работать я с вами не буду да и вот вытащить из воображаемого трансфера довольно сложно в таких случаях подобную же мысль высказывает Юлия Кристева в книге черное солнце депрессии меланхолия которую вы прекрасно знаете и это настольная книга не только аналитиков но и большинства философов где она говорит что триумф над печалью становится возможен только благодаря способности я идентифицироваться не с потерянным объектом а с кем-то третьим вынесенным вовне с отцовской функцией с какой-то формой или схемой говорит она ну что такое какая-то форма или схема я не очень понимаю что такое отцовская функция я понимаю чем больше человек находящийся в состоянии утраты гоняет воспоминания об этом утраченном человеке и чем больше ему напоминают и еще и аналитик похож тем сложнее ему от этого выкарабкаться потому что чтобы победить депрессию нужно идентифицироваться не с утраченным объектом а с кем-то третьим с отцовской функцией которая может вас сепарировать да и вот только тогда можно будет найти основание жить без тебя я и без тебя прекрасно проживу мы вдвоем будем жить гораздо веселее и интереснее но если вдруг тебя в моей жизни не будет у меня все равно все будет хорошо да и вот это идентификация с отцовской функцией кем-то третьим то что позволяет не залипать на свое ближнее и тогда в какой-то момент можно отпустить и когда у тебя ребенок вырастает и посылает тебя к в или на все равно ты продолжаешь его любить и каждый месяц переводить ему ну это вот так вот тезисно я вам обозначил основные направления да современные нейрофизиологи доказывают гипотезы фройда о том что символические механизмы могут понижать напряжение в структурах головного мозга в частности в лимбической структуре что позволяет легче справиться с сепарационной тревогой и выстроить систему защит от возможных депрессий кстати говоря вот книжка которую я вам принес это кстати не самая новая пока я ее читал написал уже следующую Марк Солмс это основатель нейропсихоанализа и в общем один из самых влиятельных ученых в современном мире я тоже призываю вас его читать некоторые статьи переведены на русский ни одна книжка не переведена но у него довольно понятная английский такое без джойсовских закидонов его исследования доказывают что символизация чувственного опыта формирует у ребенка separation attachment mechanism то есть принятие и отделение которое позволяет формировать более устойчивую картину мира то есть нейрофизиологи доказывают нам гипотезу Фройда о том что символические механизмы могут позволить лучше справляться с сепарационной тревогой и устраивать защиту от возможной депрессии вот это то что я вам хотел сказать благодарю вас за внимание и отвечу на ваши вопросы спасибо пожалуйста зачем нужны тогда все эти миру если мы работаем прекрасно без них в комплексе да только одним психоанализом невозможно вылечить да это какие-то единичные случаи и только таблетками невозможно вылечить тоже часто рецидивы происходят поэтому любой адекватный доктор порядочный да скажет вам что любой препарат в комплексе с какими-то другими препаратами плюс психотерапия тогда наиболее эффективно вот а такого что значит не хочу на работу пей прозак или фенибуд да это недобросовестно конечно такое бывает и по поводу фармакотерапии это вообще отдельная история у нас довольно серьезные препараты без рецепта можно купить вот в штатах проводилось исследование про тот же прозак да он дает побочку в виде 2% суицидов вот человек пьет пьет счастлив счастлив все замечательно а потом почему-то решил прогуляться в окно сходить да и в Америке только в клиниках под присмотром где на окошечках сеточки стоят да принимают прозак а у нас его можно было без рецепта купить какое-то время назад и заниматься самолечением особенно когда по телевизору постоянно реклама плохое настроение так у вас депрессия вот пейте таблетки да это недобросовестно есть ли какие-то тонкие соображения о способах разделения ответственности между психотерапевтом и врачом в общем-то понятно тот противодоподушу я имею в виду может быть есть какие-то особенные или примеры или идеи или принципы на которых можно ориентироваться да аккуратное конструктивное разведение этих зон ответственности я думаю что юридическая регуляция вполне себе в Европе это ведь это давно уже существует в любой самой захолустной клинике во франции где-нибудь откройте карту просто вот сегодня вечером откройте карту и ткните деревню в которой 200 человек населения там рядом где-нибудь какая-нибудь психиатрическая больница где-нибудь в клермонферане в ангулеме где-нибудь вот вообще дыра-дыра найдите такую и вы увидите что там работает психоаналитик обязательно в штате один психоаналитик есть но тут-то правильного ответа нет я это к тому сказал что либо ты берешь ответственность либо ты ее делегируешь в некоторых случаях правильно так в некоторых случаях правильно иначе в наши 90-е годы там еще 20 лет назад когда война всех против всех ты должен нести ответственность за все и за внешнюю политику и за вторжение и за здравоохранение и за все это невозможно это очень тяжело и поэтому я плачу ОПС и ОМС государству которое за меня решает и меня кстати говоря порадовало потому что когда я полтора месяца назад заболел ковидом ко мне пришел врач и принес мне препараты бесплатно они правда не нужны мне были эти препараты я их не принимал но это не важно я понимаю куда мои налоги пошли значит на оплату вот этого сотрудника каждый три дня ко мне приходила тетенька мерила все приносила препараты бесплатно и я понимаю что работает я заплатил налоги это мне вернулось спасибо я думаю что юридически это прописывается может мы же здесь не юристы я сейчас спрашиваю развлечение из зоны ответственности не юридической а зону так сказать компетенции психолога или психотерапевта психоаналитика с одной стороны и врача с другой а вы сами дали ответ на этот вопрос то что касается структур мозга это должен делать доктор препараты которые он прописывает длительность этих препаратов контролировать ремиссию улучшилось ухудшилось синдром отмены когда мы снимаем это все компетенция врача и кстати говоря вот я так и работаю у меня хорошие дипломатические отношения с клиникой Николая Чудотворца на пряжке это легендарное место такое где работал Кандинский синдром Кандинского Клеромбок как раз вот там и у меня есть знакомые психиатры там если я вижу что человек на грани клинической депрессии я рекомендую и все что касается препаратов все что касается синдрома отмены все что касается не дай бог передозировок или он еще там покурить решил под препаратами или попить что-нибудь не то лишь под препаратами это ответственность доктора все что касается физиологии мозга и тому подобное мы конечно на контакте мы можем созвониться поговорить там да увидится вот все то что касается проработки утраты отношений с законом и выстраивания границ это моя степень ответственности и все косяки связанные с этим я на себя беру вот если он позвонил маме значит она ему что-то такое сказала у него срыв произошел это моя ответственность да это моя компетенция вот я бы так обозначил вопрос дмитрий два вопроса первый глобальный вы сказали о связи депрессии и вины как таковой просто есть ряд про психоанализ в азии я могу говорить примерно до апреля да в силу того что его просто очень мало в Японии в городе Киото на там несколько миллионов город восемь психоаналитиков восемь не восемнадцать не восемь восемь что-то да очень мало вы верно сказали что европейская ментальность скорее заловано чувство вины и это тема христианская тебе большой другой диригировал свободу выбора а дальше ты делаешь что хочешь и ты можешь так можешь это это будет твоя вина и твоя ответственность поэтому католическая исповедь она всегда начинается с чего моя кульба да моя вина и дальше ты рассказываешь в чем твоя вина ты как субъект собираешься через вину которую ты адресуешь кому-то и я подозреваю что это один из краеугольных камней для развития психоанализа то есть та культура в которой ты себя собираешь через вину и кому-то не обязательно за прощение да ты к кому-то приходишь это рассказывать тебя же могут и не простить кстати говоря да если твой грех так и лих то священник можешь не отпускать тебе и сказать что ты мужчину искупил но ты к кому-то с этим обращаешься вот это уже психоаналитическая процедура поэтому когда я веду курс по истории французского психоанализа первая книга с которой мы начинаем это об исповедении философа Саргонна которая основала одноименный университет да то есть это книжка о том как исповедоваться а что рассказывать а что важно а что не важно а то что ты носки стираешь раз в три дня это надо священнику рассказывать или нет или вообще слова носки тогда не было вот в этом надо исповедоваться или нет а в анальном сексе надо исповедоваться или нет да то есть о чем говорить потом между исповедением ты что делаешь ты саморефлексируешь ты наблюдаешь за собой а вот это я хорошо сделал вот это я плохо сделал у тебя развивается внутреннее зрение такое ты сам себя отслеживаешь и ты как бы смотришь глазами другого на себя абсолютно европейская штука в Азии всего этого нет Азия собирается через стыд и поэтому там вины нет в Японии например в той же проводился прекрасный эксперимент в разных крупных городах мира где-то в центре оставляют какую-то дорогую вещь и смотрят через сколько она пропадет ну и таким образом как бы социальная лояльность проявляется то есть там дорогой велосипед который ты сейчас сопрешь он может быть твоего друга и вроде как нехорошо это делать и они проводили вроде как такую корреляцию что чем больше город и чем дальше социальных связей тем легче воруют то есть в Нью-Йорке там дорогой велик 10 минут простоял в России секунды не простоял там еще что-то вот а в центре Токио дорогой велосипед простоял 15 лет то есть в течение 15 лет никто не взял дорогую вещь которая в центре и без присмотра да и это им полностью поломало их вот это наблюдение что вроде бы люди не знакомы социальные связи очень далекие ты вряд ли думаешь что там крутой проигрыватель это твоя теща забыла и тогда ты его не только разломаешь не узкий незнакомые люди а воровать не принято почему потому что стыд собирает и тебе же самому потом за это будет стыдно ты не будешь виноват ты будешь стыдиться и через это вся Азия то есть я бы не сказал что одно перетекает в другое и там стыд заменяется виной или винастый дом это две совершенно разные парадигмы по этой причине кстати в японском языке нет матерных слов то есть нет вообще слов которые нельзя произносить по телевизору или там сказать императору нет неприличных слов потому что никакие физиологические процессы не табуированы и никакие отношения не табуированы и никогда не были табуированы ни в синтаизме ни в бобудизме и мне стало интересно я говорю стоп 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 в любой культуре намеки на распущенное поведение как это называется социальная безответственность твоей мамы это самое оскорбительное то есть сказать что-то там скобрезанное про маму это прямо вообще почему в европейской культуре японцу сказать что я переспал с твоей мамой это не оскорбление это факт биографии вот факт биографии такой а в европейских культурах это самое оскорбительное почему потому что это может поколебать отца если я переспал с твоей мамой может быть ты ублюдок и тогда рушится отцовская функция и это самое фундаментальное для европейской ментальности отцовская функция поэтому любые намеки на непорядочность матери они рушат отцовскую функцию совершенно верно это классический эдит в Азии всего этого нет потому что там через чувство стыда собираются и тебе в худшем случае скажут ай-яй-яй как же тебе не было стыдно переспать с моей мамой и второй вопрос вы очень более конкретно вы сказали что при депрессии не бывает долгосрочных идей ты спорол своего будущего потому что нет желания но долгосрочное будущее может основываться на планах а не на желания да совершенно верно если ты живешь в традиционном обществе то ты знаешь не только про свои планы на будущее но и про всех своих внуков планы на будущее ты тоже знаешь да конечно это зависит от того общества в котором выходит я это имел ввиду к тому что ты не можешь пожелать и представить себе как бы ты хотел у меня еще нет морковки но я совершу ряд действий и после этого появится морковка и так мотивация и работает у меня вот сейчас ничего нет но мы соберем боли в кулак мы стиснем зубы начнем работать и тогда все станет хорошо есть такой психолог он когнитивист конечно в Вашингтоне Вилфред Верекке это имя вам вряд ли что-то говорит но зато эксперимент который он поставил знают абсолютно все про конфетки детям знаете нет он выглядит так детям значит от 4 до 6 лет и он сидит за столом ему кладут конфетку ну или круто там сладость там что-то такое да и говорят я сейчас уйду и если когда я вернусь ты конфетку не съешь то я тебе дам вторую вот и часть детей конечно думает да как бы нафиг ждать вот конфетка вот классный беру ем у кого-то срабатывает вот это долгосрочное планирование что одна хорошо а две лучше а если я ему что-нибудь еще скажу приятное он еще и третье удаст вот если я в их эксперимент как-то туда встроюсь идеально то может быть мне и 5-го поставить да и вот он замечает такую корреляцию что дети которые воспитывались без отца или там отец ушел до 3 лет у них не срабатывает долгосрочное планирование и поэтому они хватают первого попавшегося и в последующей жизни это бог с этими конфетками в последующей жизни человек не делает вклады в банки потому что не верит в это во все и следовательно не может торговать на бирже это же американцы все торгуют на бирже он не может разбогатеть по-настоящему потому что вот он на тысячу долларов заработал и пошел что-нибудь купил сразу еще заработал еще купил они не могут долгосрочные отношения выстраивать потому что спирал у тебя бабочки в животе а потом оказывается что вы немножко разные люди и ты читаешь Лакана а она читает что ли Лестроса ты структурализм погрязла блин как я мог с ней связаться что вообще о чем речь нам нечего с тобой делать оказывается что люди разные они не подходят друг к другу есть ряд конфликтов которые в долгосрочной перспективе можно прожить и тогда будет класснее да вот эта идея что если ты сейчас потерпишь то потом будет лучше она формируется по мнению Уилфера Девер Эйки в период до трех лет и связана с присутствием отца в семье я бы с этим поспорил конечно но само по себе наблюдение интересное можешь ли ты себе создать конструктивную модель будущего и вот я думаю что это профилактика депрессии конечно потом про Азию в первом классе все японские дети пишут сочинения на тему как бы я хотел прожить жизнь вот мы пишем как я провел этим летом они пишут как бы я хотел прожить жизнь и опыт очень интересный потому что тебе семь лет и ты строишь некую перспективу на будущее я бы хотел поработать там-то и там-то я бы хотел что-то достичь там-то и там-то и в конце они обязательно пишут а умилеть я бы хотел вот так и когда я это русским родителям рассказываю все такие как бы а вот что-то дети про смерть думают как бы это не надо и все вот а мне кажется очень правильный опыт когда ты представляешь свою жизнь как свой проект который ты ведешь вот я сам хочу пойти туда я хочу сделать это а потом когда я и кстати говоря тоже один любопытный факт это внутренний Шелдон Купер сейчас с вами разговаривает любопытный факт когда человек достиг каких-то великих высот там где-то состоялся ему исполняется 80 лет он едет обязательно на родину к себе из маленькой деревни с которой он там родил и самый великий врач какой-нибудь хирург уедет к себе в деревню и начинает работать фельдшером просто помогать односельчанам в Японии так принято и умирает как правило там же где родился такая традиция жизнь это цикл ты должен пройти и вернуться и японские дети 7 лет вот так примерно и пишут что я там это достигну того сего вот это принесу пользу Японии а потом я погибну на поле сражения со злыми корейцами например или с Чингисханом и ты выступаешь как субъект своей жизни ты сам действуешь ты не просто по течению меня взяли на работу нет тебя не берут на работу ты создаешь рабочее место и продаешь свои услуги работодатель это совсем другое мышление вот в русском языке очень часто такое арабское сознание проскальзывает взять замуж когда ты иностранцам переводишь буквально что это значит что взять жену тейк как бы все не может такого быть или там mad mon fan mad как бы это в худшем немецком порно может быть взять женщину такое немыслимо а в русском языке вот эти архаизмы остались такие рабские взять на работу взять замуж взять жену по поводу дофамина это и нейромедиатор и гормозно да 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 и серотонин мне со своими проблемами хочу порассуждать как можно поуправлять уровнем дофамина ну это же на раз-два не решается с помощью символизации это запрос на психотерапию да то есть это за раз-два не решается это любая психотерапия и психоанализ это процесс довольно длительный и болезненный потому что в себе открываешь часто неприятные вещи и я вот такой тоже бываю и во мне вот такое тоже есть и это не всегда приятно признавать поэтому когда вот меня спрашивают пациента сколько будет длиться наша работа да ну это минимум несколько лет то есть это довольно длительный и неприятный где-то клад зарыт но мы не знаем где поэтому это довольно рутинная работа это я по словам опыт узнаю я вопрос создал концептуальный есть ли соображения на все какие-нибудь управление уровнем уровня дофамия с помощью сигнализации да именно этим психоанализом занимается когда мы с пациентом пересобираем ранние модели детства связанные с отлучением с утратой переживанием стресса а как ты вообще в жизни переживаешь стресс я думал что моя мама никуда не уйдет а потом она раз потому что ей тот кто звонит по телефону важнее чем я почему-то да или она куда-то отвлекается на папу да это стресс для меня я не понимаю дальше я должен найти какие-то верно вы сказали символические механизмы для того чтобы как обычно невротик поступает он начинает идентифицироваться с тем третьим наверное в телефоне есть что-то более интересное чем я надо это узнать и вот это отцовская функция если мама меня бросила ради папы наверное папа в чем-то лучше интереснее и класснее чем я и тогда включается идентификация надо стать таким же я начинаю очень внимательно наблюдать за папой конкурировать с ним побеждать а кто быстрее кашу съест мама поэтому папу любит он кашу быстрее нет не поэтому наверное у него там штаны большие буду тоже носить и так дальше ребенок начинает идентифицироваться с папой с той третьей инстанции да вот о которой Кристева говорит которая помимо меня и мама да она меня оставляет ради чего-то более интересного так я стану таким же интересным и вот это классический эгип это символизация а вот пусть даже сегодня я маленький немощник но потом я вырасту и стану богатырем и это как раз символизация утраты потом посмотрите по ту сторону принципа удовольствия Фройда да он как раз за таким эпизодом наблюдает его внук не помню там сколько ему месяцев мама ушла его оставила одного и можно что делать можно орать можно звать маму можно заткнуться и лежать а он берет катушку и начинает в нее играть забрасывает катушку потом за ниточку тянет ее назад берет в руки снова бросает и ладно бы он просто это делает он когда бросает он говорит о а когда тянет назад и берет он говорит а дедушке который за всем этим наблюдает кажется это фантазии Зигмунда Фройда что таким образом он символизирует уходы и приходы я могу выбросить а потом потянуть и вернется выбросить потянуть и вернется и когда мамы нет ребенок проигрывает вот это что я могу сам контролировать придет уйдет да и дальше он говорит вот это о оно напоминает слово форт то есть вон а когда он берет обратно катушку в руки и говорит а это напоминает слово да то есть вот и ребенок как будто играет пришел ушел вон вернись уйди останься и это символизация утраты матери говорит Фройд но мы понимаем что 90% это вымыслы самого Фройда но в качестве примера я вот вам это привел давайте поправим да такой вопрос может ли депрессия пройти самостоятельно то есть если это допустим вот как болезнь ну как люди как у меня сложилось впечатление мне говорят что если это серьезная болезнь то она должна лечиться таблетками и врачом а если например допустим у меня ситуация я вижу причину мне кажется что у меня депрессия по всем вот этим симптом но я не обращаюсь к врачу я не обращаюсь к психологу к психологу к аналитику никому и через какое-то время у меня эти симптомы проходят мне кажется что вот депрессия закончилась такое может быть ну то есть вы говорили что есть несколько видов классификации несколько видов депрессии или это реально вот выдуманная какая-то была загадия которая прожила как-то и это не депрессия серьезная то есть есть ли какие-то условия для того чтобы быть депрессией да это мемасик такой есть я не хожу к психоаналитику потому что боюсь а вдруг у меня не депрессия я просто ленивая скотина да очень хороший вопрос потому что по медицинскому описанию расстройство настроения совершенно верно это и не болезнь настроение может меняться в Петербурге сейчас солнечный день полчаса в день да как бы это предрасполагает депрессии потом у тебя светит солнышко мозг думает что все здорово мы выжили и ты радуешься да финны придумали прекрасную штуку отвлечения депрессии такое это наушники которые вставляешь в уши да но туда не звук идет а там фонарики и ты включаешь фонарики светят мозг думает что лето и все да ну это я так утрирую там это все серьезно написано там 20 минут в день потом там по 15 минут в день там сеансы чередовать сколько часов между сеансами и то есть да какой-то эффект оказывает если исходить из утверждения что депрессия это настроение тогда настроение меняется в зависимости от среды я сахар поел у меня настроение улучшилось потом я несколько месяцев сахар не ем оно ухудшилось как бы камон это вообще не предмет медицины если исходить из того что это состояние тогда это лечить не надо собственно МКБ-11 нам об этом и говорит если это депрессивный эпизод который сам проходит то тогда и не надо антидепрессантом назначать а если это рекуррентное расстройство каждую осень он по 3 месяца или она лежит и не встает я знал одного такого пациента она в прямом физическом смысле не вставала у нее горшок был под кроватью и еду ей сын приносил то есть она физиологически не вставала с кровати и если это каждую осень или там не осень а просто по каким-то причинам каждое воскресенье это повторяющееся и человек сам с этим справиться не может тогда это болезнь тогда это называется рекуррентное депрессивное расстройство которое надо начинать лечить из всех восьми разновидностей депрессии там по-моему две только являются болезненности или просто состояние а тогда на кой черт их описывать я не понимаю ну сегодня тебе весело мы же не описываем это веселье такая особенность настроения у нас по порядку была важная еще вопрос мне выглядит над чем ваша работа как нейропсихоаналитика отличается от работы просто психоаналитика не нейро если придет к вам пациент у которого был опыт в психоанализе в каком-нибудь зависит ли он разницу и ваши собственные интерпретативные схемы как они изменились когда вы стали читать нейропсихоанализ я как раз классический психоаналитик потому что я сказал что нейропсихоанализ наука новая и техники у нее пока нет то есть как технически работать с пациентом в нейропсихоанализе вот это все надевать и на данный момент что отдельно лабораторные исследования отдельно работа с пациентами и для меня лично самое любопытное было то что то что в лаборатории наблюдают и то что в кабинете очень похоже и то что сто лет назад называлось принцип удовольствия сегодня вот мозг разрезаем и вот оно там есть я именно классический психоаналитик у меня кушетка у меня кресло кушетка куда пациент лежит это наша задача еще придумать технику в которой можно было бы наблюдать за процессами головного мозга мы же в магнитный резонансный томограф пациента не засунем и он не будет там свободно ассоциировать там максимально стрессовый дискомфорт это пока невозможно более того мы скорее всего понаблюдаем схожие паттерны для совершенно разных финансов то есть да очень много ошибок может быть и я и говорю что это вот так на раз-два не делается у вас депрессия вам вот это у вас неврозный ветер ответ где-то есть но чтобы его раскопать нужно очень-очень долго и у меня к практике психоанализа много вопросов да потому что когда я супервизию слушаю у меня ощущение такое что психоаналитик стоит посреди реки с очком ждет пока проплывет форель а может быть она и не проплывет а может быть она через 20 лет проплывет а чаще всего у него еще и с очка нет потому что 90% аналитиков вообще не понимают о чем нужно слушать и какие вопросы задавать да и ты стоишь еще и против течения да и без без всяких средств и форель течет а ты ее не замечаешь да вот это самое печальное конечно хотелось бы как-то это активизировать и это вопрос и будущего это я сейчас фантазирую вам с любви не рассказывали да каким-то образом нам надо придумать технику интеграции нет техники психоанализа есть отдельно лабораторная работа есть работа в кабинете и Солмс он тоже принимает в кабинете пациентов без всяких датчиков и приборов и все то что вы читаете как-то меняет вашу работу с пациентом ну да конечно то есть как вот мы прочли про связи поняли что это одно и то же то что происходит в мозге и там в принципе удовольствие и как поменялось ваше пациентом ну вот например да я вам сказал что те пляски с бубнами вокруг трансфера которые всю дорогу были может быть это и не надо потом не далее как позавчера у нас была онлайн конференция с Вашингтоном про нейропсихоанализ сновидений и у нас там дебаты были потому что вот ученик Солмса он использовал с меня нет никакого вытеснения они у себя в лаборатории доказали что нет вытеснения и возвращения вытесненного я говорю а для чего тогда толкование сновидений вы используете тогда мы это все выкидываем и начинаем без этого потому что весь спрей на том что я что-то забыл что-то вытеснилось и потом это начинает просачиваться ладно бы оно забылось и ушлось оно просачиваться начинает и вот это создает симптомы потому что я одновременно и люблю и ненавижу одного и того же человека и у меня амбивалентные чувства я не могу их выразить например да и вся работа психоанализа вокруг возвращения вытесненного да в сновидении если у вас вытесненного нет тогда мы просто забываем эту книжку отправляем ее в научную макулатуру и забываем для чего тогда интегрировать если вы доказали что нет вытеснения вот это большой вопрос например да то есть они отвечают нет ну надо понимать что Марк Солбис официальный переводчик Зигмунда Фрода с немецкого на английский он переводит полное собрание с сообщения нефроидов и тут в лаборатории он выясняет что часть гипотез этого ученого она не валидна она не работает и ну тогда мы это просто читаем как художественную литературу да там так же как мы читаем Гиппократа например да хотя можно задать вопрос с теми эксперимента то есть я что для чего использую я использую данные которые вот о мозге мы получаем для того чтобы верифицировать идеи Фрейда или можно же наоборот использовать интерпретации Фрейда для того чтобы верифицировать мои интерпретации которые я получила я ничего не юрифицирую я хочу узнать как работаю вот я не про шашечки а про то чтобы ехала да если какой-то товарищ надо как-то иметь конструкцию юридические шашечки нужны Юлия я налоги плачу на юридические шашечки вопрос в том почему и как едет совершенно верно я вам не скажу за всю Одессу я вам скажу за себя мне совершенно не важно одно другое юрифицирует или то это как работает и тут все средства хороши если какой-то чувак сто лет назад написал совершенно абстрактную книжку про непонятно про что но оно в итоге подтверждается и закономерности которые он прослеживает работают тогда замечательно если не работают это примерно вот когда говорят что психоанализ не научен это все философия вы это все напридумывали с потолка взяли иди по в комплекс это что такое этого нет я на это обычно отвечаю что древние египтяне греки и римляне тоже много чего открыли они посчитали там радиус земли там расстояние до солнца там планеты но они это называли именами своих богов нам не важно что это была религия именами богов они научные знания получили получили вот мне это важно да если есть научные знания это можно как угодно называть комплекс электры комплекс аристеи там эдипа кого угодно там лайок клитомнестр и что бы это ни значило да много разных велических мифов вот если это работает значит мы этим пользуемся теперь увидим что некоторые вещи были умозрительны и уже кстати говоря лакан тоже экспериментально приходит к тому что у кого-то есть бессознательно а у кого-то не бессознательно у кого-то есть эдипов комплекс у кого-то нет эдипов комплекса да и это не универсальное мягко говоря да уже Абрахам нам говорит что доэдипальные да бывают структуры вот поэтому все вокруг эдипа не вертится да это так а от Фройда не убудет то есть он столько открытий совершил что там ну да в чем-то ошибался но ведь мы можем это все рассмотреть как часть его как бы жизнеописания да потому что всем же известно что Фрейд начинал и ну вот психоанализ да вот эту ветку и что он в общем-то ну как сказать ну как бы поругался со всем научным сообществом это уже часть его жизни да и то что он начинал эти шаги и то что сейчас вот вы говорите что смотрят и что-то не работает да ну собственно говоря это не возможно это я по поводу того что вот взять так сказать вынуть да и выбросить это типа того что не работает это не надо так понятно что первопроходец это уже часть его жизни как мы можем вынуть из Фрейда часть его жизни только потому что она типа того что где-то там что-то не сработало у него путь такой был как бы да да совершенно верно потом такие вещи как бессознательное это медицинский факт с этим никто спорить уже не сможет и ни у кого язык не повернется сказать что там это не доказано или это не научно влечение к смерти это медицинский факт отличие удовольствия от наслаждения это медицинский факт это тоже на нейромедиаторах на головном мозге на системах можно все пронаблюдать да и ряд вещей абсолютно железобетонные и если еще там 20-30 лет назад на этом существование бессознательного никто не доказал мозг берем вот оно да вот так вот работает память как устроено да то же самое в 1895 году Фройд пишет свою первую работу да которая называется набросок одной психологии там он занимается нейронами мозга как и странно да и выделяет три группы нейронов я сейчас не буду об этом там говорить да и в том числе один из них отвечает за воспроизведение памяти и вот то как сегодня ученые исследующие память нейрофизиологи говорят нам о памяти это точно так же у нас нет какого-то контейнера куда мы складываем воспоминания да а мы воспроизводим и в зависимости от того как часто мы воспроизводим тем лучше мы помним и вот если я сейчас вас попрошу вспомнить про вашу маму то вы нейрофизиологически вы вспомните не маму а тот последний раз когда вы вспоминали маму вот потому что сейчас ваша нейронная сеть выстроится таким образом что она отошлет вас к предыдущей записи когда вы вспоминали маму дальше вы можете следующую интеракцию сделать а год назад а пять лет назад а в детстве да то есть это возможно вы можете вспомнить глубокое детство но первая интеракция отсылает к последней записи если вы вчера маму вспоминали то вы вспомните вот этот момент если вы с ней там пару дней назад разговаривали то там другой момент да если много лет прошло неважно вы вспомните последнюю запись это как стопка файлов лежит да вы берете верхний можно раскопать нижний да но сперва вы берете верхний и так память устроена в конце 19 века Фройт именно вот так и писал память и сегодня это железобетонно так доказано и устроено на самом деле если Фрейд не подходит ну кому-то может быть кажется что типа того что Фрейд ну там психолог да все понятно но вот допустим под вопросом его там мысли и так далее ну пожалуйста эти о бессознательном ведь Лейбниц первый начал говорить он говорил он обращаясь к так сказать последователям Декарта да он говорил о том что ну как бы осуждал их типа что зря они говорят Хогит Эль Гасун да и важность этому именно предают зря что они не придают важность неосознаваемым впечатлениям это дословно выражение да Лейбница неосознаваемые впечатления то есть это первое название в общем-то бессознательного и если Фрейд не подходит ну чем вам плохо математик великий Лейбниц допустим да так что я немножко запуталась когда вы читали из в виде определенной депрессии и спрашивали чем они сегодня я думала что я увидела что хорошо спасибо что вы можете сказать ругать структурная реакция вы можете там в ситуации ждала что вы там помимо клянчик веками гански пара вы не назвали потом вы говорите о культурной предрасположенности и вроде бы кумственную демию да термина депрессии я понимаю хороших заметил он сейчас вроде бы говорится о депрессии о том что определяется экспертно то есть вроде бы не стоит позиция что человек должен быть социализирован и не спадать а вот вы говорите что если там лежит в течение года в постели значит уже надо лечить вроде как без заявки со стороны темы ну это какое-то определение депрессии сразу почему что хороший вопрос под конец я придерживаюсь вот Абрахан мне вполне себе нравится экономический коллапс желания да без того что не говорите о том что не структурирована я все все прочее это предпосылки конечно есть социальные предпосылки и положа руку на сердце я думаю что и в средние века тоже депрессивные пациенты были вопрос был в том что это стало самое распространенное заболевание и вот к этому я подвел что смена мировоззреческой парадигмы в Европе окей не не я не понимаю что если вы придерживаете все определение что это все-таки какой-то директ структуры так почему они все так близки тогда это чисто маше к сожалению чисто мое это быть не может чисто экспериментально есть ряд депрессивных пациентов которые только психоанализы не вылечат и к сожалению опять же я на супервизиях вижу как годами значит вот они усолят и усолят и усолят и усолят потом да что происходит вы еще больше расковыриваете рамку потому что вы уходите воображаемый трансфер и он от мамы не мог отделиться теперь он от аналитика не может сколько 20 лет вы работаете это аналитик не справился а другой бы справился ну это такой эффект выжившего мы-то всегда лучшие потому что мы не справились может быть может быть может быть поэтому только психоаналитически это вылечить невозможно ну это 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 можно но депрессии я несколько клинических примеров привожу да вот в данный момент я работаю с пациентом в депрессии который там несколько лет уже и не хочет и желания не испытывает и там отношения с его девушкой очень сложные но тоже либидо нет и через выстраивание отцовской функции через идентификацию вот то о чем я говорил а может быть конкурироваться можно а может быть похожим на а можно стать таким же как он через выстраивание отцовской функции можно формулировать и я часто его спрашиваю не то чем бы вы хотели а что бы ваш папа в этот момент мог захотеть да и он через третью фигуру начинает выстраиваться между вами это какой-то мультик советский был а вот мой папа был в этот момент там и я не помню там главный персонаж он трус какой-то такой очень забитый такой скромный что-то это и когда происходит что-то такое опасное и стрессовое ему в голову приходит что а мой бы папа сейчас взял бы и всех оттуда раскидал и он берет и делает это вот то есть быть как мой папа и тут динамика да вот возникает ну это опять же в двух словах я не расскажу если вам интересно можем сделать курс по депрессу он более клинический правда и на специалистов рассчитан я клинические случаи расскажу просто примеры как я работаю то есть динамика замечается но она минимальна как самоснули то есть это же работа в несколько лет даже в больше и если замечает динамика то она вообще незначительная путь в тысячу ли начинается с первого шага да если хотя бы есть какие-то шаги в течение первого года работает это уже неплохо а когда вы 20 лет мы солите одну балалайку да и все об одном и том же с разных давайте то же самое другими словами а теперь это лакомисты очень любят и вот у него появилось новое означающее раньше он говорил табуретка а теперь он говорит еще и подушка на табуретке вау да новое означающее и что вот это я не считаю динамикой но вы сами представляете эти случаи чтобы их прут то есть вы говорите это я привел свой который более или менее отчет выстраивался меня тоже можно пнуть кстати иногда я кому и говорю что не всегда работает иногда получается иногда не получается психоанализ не универсальный механизм этим наука от религии отличается это только верующие свято верят что только наше сектор спасется я не думаю что анализ всем помогает и всех вылечит к сожалению я думаю что если очень сильный человек наружу очень хруст все понравится мне для какой-то другой поддержки я не знаю это уже ну окей ваша точка времени хорошо еще вопросы если вы говорили что депрессия связана с настроением вы согласны по медицинскому определению да допустим если у человека депрессия и он допустим решает что это например галлюцинация то и у него проходит депрессия у него есть какая-то причина следственный реак да ну это непонятно он сам стол должен помочь самому себе потому что человек все равно пытается помочь самому себе и если это все-таки настроение да с настроением связано эта модификация то если допустим человек говорит что допустим это галлюцинация у меня да вот этого галлюцинация этого нет и у него может пройти депрессия или нет то есть как это настроение связано с галлюцинацией и настроением то есть это по-моему разные вещи да при депрессии галлюцинации быть не может то что этот человек называют галлюцинацией, я бы спросил, что он в это слово вкладывает. То есть галлюцинация это то, что помимо моей воли вторгается ко мне в жизнь, и при этом не просто вторгается в жизнь, а что-то смыслообразующее в ней ломает. Когда мне просто что-то привиделось, то чего не было, это не галлюцинация. Галлюцинация это всегда травматический опыт, то, что я никак не могу в свою жизнь строить, то, что меня пугает, то, что меня разрушает, то, что меня разваливает, это глубокая психологическая травма, это галлюцинация. А когда тебе что-то показалось, или тем более то, как вы это стремулировали, я это сам придумал для того, чтобы себя спасти, так это скорее тогда в сторону того, что вроде называл травмами. Я себе придумал какой-то миф для того, чтобы прожить свою психологическую боль. Я придумал, что я буду носить желтый пуховик, потому что это скорбь по моему коту. Не знаю, да? А да. Я придумал у себе какой-то фейк, который меня поддерживает, укрепляет. Ну так это признак развитой невротической структуры. Так и должно быть вообще, да? Я не вытаскиваю, поэтому я придумываю то, что меня поддерживает. Внутренний репер, в которой это врачи не приходила. Да, да. И в детстве даже это очень часто. Какие-то вымышленные персонажи это нельзя на галлюцинации, да? Я сам что-то не могу сделать, я придумываю себе вымышленного друга, который может, который подсказывает мне, да? Я какой-то диалог с ним веду. И родители часто с такими шарами прибегают. Ой, он там с кем-то разговаривает. Ну да, он себе придумал книга-горбунка какого-то. У него разговаривает с ним ничего такого-то. Шизофрения, там его нет, а он с ним разговаривает. Это психоз, да? Я говорю, а как у вас ребенок агрессию выражает? А у него нет агрессии. Ну так логично, у ребенка нет агрессии. И потом появляется очень злой, агрессивный мальчик какой-нибудь. Да, то есть это его отщепленная агрессия, которая помечается в другом персонале. А для вас он очень хороший, паренька, отличница, слушается маму, ест кашку, шапочка-носочки. То есть это символизация, о которой вы говорили? Вот это и есть символизация. Да, да. Коллеги, я вижу, мы третий час уже начали. Да, да, да. Спасибо огромное, Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Очень интересную лекцию. И самое главное, мы прямо стараемся сделать ответы на вопросы. Спасибо. Спасибо. Скажите, спасибо, Матка, что он по всей другой стороне забрался. Спасибо.